короче ребятки всем привет с вами да мы находимся в любимейшем месте ростова-на-дону в кальяной маму не так вот я честно устал настраивать свет фокус правильное расположение температуру выдержку и прочее прочее поэтому вернемся к старым добрым душевным обзором вот где сел и достал камеру там и снял я думаю будет сама оптимальненько так вот сегодня будет довольно таки интересный обзор одного продукта который на территории россии еще полноценно не представлен которого вы наверное не встретите в магазинах но о нем надо бы поговорить продукт от компании мэтт монкис да ты про это не слышал ты про это не знаешь но я тебе сегодня расскажу что к чему а продукт вот в таких вот пачках да они немного нестандартные они большие и ты наверное видел уже у меня в историях потому что я его прокуривал я с ним знакомил какую-то часть людей каких-то кальянщиков каких-то владельцев магазинов менеджеров по закупкам и так далее с этим продуктом он имеет три линейки первая линейка это шаман экстрим ее у меня нет потому что она очень крепкая для меня она прям реально крепкая крепкая поэтому я попросил производителя мне его не отправлять потому что я все равно не могу его прокурить и не могу ничего об этом продукте сказать единственное что я могу сказать что меня хватило на три вкуса я прыгай меня хватило на три вкуса каждого вкуса по три тяги 4 тяги и я просто умирал потому что это было очень крепко а вторая линейка это у нас black бабун собственно с вот такой вот обезьянкой это у нас средняя линеечка и я лично ее считаю бестселлером просто топовой линейкой среди всей линейки которая есть у мэтт монкиса во-первых это средняя крепость насыщенная сытная по аромке очень здорово по жаростойкости круто и конечно же это не греется по пять шесть часов чтобы нормально это раскурить ну и конечно же младший братишка по всем вкусом это линейка шамиран до название такое как как-то к тюркскому относится и она у меня вызывает немного такое скептическое отношение как продуктом а грубо говоря из востока так вот сегодня мы поговорим про эти две линеечки в чашке конечно же у меня забита линейка black бабун потому что линейка шамиран для меня очень легкая и наверное с нее и начнем говорить по вкусам по всяким техническим моментом вы можете ознакомиться думаю на сайте вообще почитать что это за продукт поэтому я думаю что эту информацию копировать с текста и выговаривать ее вам а я абсолютно не вижу смысла если вы сами можете все это прочитать поэтому ссылочку на сайт где вся эта информация есть я соответственно оставлю в описании а вам же я наверное расскажу то что я почувствовал при прокуривание данного табака а именно данной линеечки шамиран мэтт монкис короче если ты любишь дейли хуку если ты любишь мыс хэв но сделай братан чуть-чуть полегче слишком тяжело то линейка шамиран в самый раз а по консистенции по цвету табачного листа это один в один дейли хука но есть маленькие плюсики в отличие от дейли хуки а почти из всех вкусов которые я прокурива у шамирана ни один из них не химозил так сильно как допустим некоторые вкусы у дейли хуки или того же маст хэва а что касается ягодных вкусов данной линеечки то не мылят как ни странно ягоды у шамирана не мылят в этом огромный плюс но также в этой линеечке есть минусы это закипание а если вот так вот как я сижу и просто разговаривая с кем-то и не курят там минут пять-семь то аромка начинает тот сироп начинает за за пикать и уже первые три-четыре покура то есть тяге ну будет сложновато его максимально вернуть а к исходному положению но возможно что касается жаростойкости жара не боится эта линеечка наоборот очень любит но при этом я уточню одну маленькую вещь которая очень важно ее не нужно греть 5-10 минут под колпаком в отличие допустим от того же элемента здесь все очень просто ты поставил подождал также две-три минутки все вуаля и ты уже спокойно куришь этот продукт думаю про эту линеечку мы рассказали много что такого прям я заметил что касается вкусов я последнее время не очень люблю рассказывать про вкусы выделять какой-то топ-5 топ-10 какие вкусы рекомендую попробовать и так далее но в данном случае у меня здесь на столе лежит пачка вкуса пассерола это что-то типа с мюслями и так далее связано это как я чувствую а полное описание этого вкуса вы также можете уже почитать самом сайте так сказать что касается линейки black baboon здесь я попробую наверное порассказывать подольше потому что линейка мне очень понравилось мне понравилось ее вкус и мне понравилось как он раскрывается как он курится какие градации аромки у него происходят и что с ним со временем происходит тоже на самом деле я не ожидал что именно black baboon окажется каким-то топовым топовым продуктом среди тех что есть сейчас на рынке да это новый бренд и ему наверное будет сложно выбиться но так для сведения он продается короче смотрите по крепости dark side чуть выше dark side а по именно привкусом вообще все идеально нет каких-то непонятных привкусов но есть конечно же минус а в самом начале немного каждый вкус начинает приторнить знаете как будто вот переоромлено но в течение там двух-трех минут то уже все нормализуется и курица как бы нормально а по крепости она идеальная то есть если ты не хочешь супер накуриться но при этом ты не хочешь курить воздух как у хочешь покурить именно вот тот кальян который ты хочешь то эта линеечка она прям вот как будто бы выделяется среди того что есть и вот так забиваешь и по крепости все окей единственно ты можешь проебаться конечно же со вкусом который тебе не понравится но с крепостью здесь все окей как обстоят дела с перегревом с покуром и так далее в этой линеечке присутствуют тонкий тонкий фон сырья то есть ты чувствуешь немного табачки а для меня лично это плюсик потому что более знаете гамма вот вкуса гамма табачного листа гамма самого продукта она как будто бы полностью дополняется и ты куришь прям и вроде бы как большую часть аромки и где-то вот простреливает моментами само сырье или такой типа а по аромке почти большая часть вкусов а именно из black бабуна а по аромкам они чуть-чуть отличаются именно ассортимент то здесь большая часть вкусов мне понравилась какая-то часть мне не понравилось у них есть критик те мы знаем что такое критик я поначалу думал что это прикольно думал что когда-то компания мэтт пир выпускала критик и он не сильно зашел я подумал что компания мэтт монки сможет меня переубедить и сделать наверное более ненатуральный критик и он сможет нормально курицы неправда курить критик не смог это слишком серьезно для меня слишком сложно и вкусы я вообще не понял также у них есть типа холодка и прочего прочего короче а вкусовая палитра очень большая а теперь давайте поговорим собственно про внутренности самое интересное что данная пачка идет в граммовки сто двадцать пять грамм сто двадцать пять грамм как бы и не туда и не сюда да здесь у меня спорный момент я ездил по магазинам ездил по кальянам но так я не смог получить более какого-то детального ответа а устраивает ли вас сто двадцать пять грамм или нет многих интересовал момент самой пачки внутри я думаю тебя тоже это интересует здесь у нас внутри 5 пакетов по 25 грамм напиши в комментарии как тебе один вкус сто двадцати пяти граммах но в разных двадцати пяти граммовых пакетах а я предложил такую идею ребятам что ребятки я понимаю конечно это круто сто двадцать пять граммов пять разных пакетов это здорово весело прям остатков никаких нет все забивается в чашку порционально одна пачка на пять чашек и так далее но смотря в реалии нынешнего момента ты понимаешь что сто двадцать пять грамм немного жирновато чтобы пойти купить это в магазин поэтому ребяткам я предложил момент того что ребят а попробуйте запустить 50 грамм где будет всего два пакета во первых вы охватите большую часть аудитории которая может себе позволить купить два пакетика по 25 грамм но никогда в жизни не купит себе один вкус на 5 чашек еще и в 125 граммовых пачках поэтому я думаю они прислушаются и конечно же выпустят на рынок два пакетика 50 грамм которая будет по цене очень очень сильно доступна и ты можешь прийти просто и купить и представь у тебя вот есть грубо говоря палитра из 15 вкусов или такой бля вот я зациклился я хочу блять хочу блять прокурить весь табак мэтт монки с в линейки black бабун и такой приходишь в магазин а те говорят бля бро только 125 грамм либо иди нахуй или такой ебать моя мечта разрушилась но если ты приходишь в магазин и видишь что можно купить всех вкусов но уже 50 граммовых пачках где лежат два пакетика я думаю это намного улучшит ситуацию и твоя мечта наверное когда-то исполнится в целом и вкратце табаку быть а если меня сейчас смотрят какие-то магазины и вы хотите просто получить пробники либо какие-то ребята мелкие блогеры начинающие блогеры тоже хотите получить пробники то вся информация есть в описаниях кому писать по пробникам кому писать за коммерческим предложением на дистрибьюторство вашем городе же есть российский акциз а честный знак и прочее прочее поэтому если вам это интересно ныряйте в описании а это был дава дым и конечно же что лучшая кальяная ростова мамуния всем пока пока